друзья всем привет меня зовут елисей захаров я отвечаю за музыкальное служение русской библейской церкви работаю маркетологом в одном из банков и сегодня мы поговорим об одной очень важной для меня теме интересно я знаю большому количеству людей мы поговорим о музыке и мне особенно радостно что я могу разделить эту тему вместе с моим пастором и другом евгений бахмутскому пастор моей церкви русской библейской поэтому жене привет привет говорит именно раз для его есть да супер вообще я задавал этот вопрос довольно большому количеству музыкантов но кажется никогда не задавал такой вопрос пастору что для тебя музыка и какую роль она играет в своей жизни когда я так скажем рос то почему-то сейчас так не вспомнилась песня музыка на связала там тайна наша стала такая была известная песня светская это же самое время музыка на самого детства это пение перед дедушки утром основа оставший пред тобой творец свой предстаю это пение за столом после приема пищи это церковное пение знаешь музыка это в целом атрибут жизни человека и иногда она рождается в иногда она рождает чувства иногда она помогает передать какую-то мысль лучше точно музыка это особый дар божий который можно созидать или к сожалению разрушать а вот говоря о роли музыки в жизни человека если мы не говорим применительно к церкви как мы не считаешь какую роль она играет как влияет на человека влияет напрямую потому что музыка по своей сути это такой инструмент который попадает тебе в самое сердце и ей не требуется пройти через многочисленные барьеры там разума логики она сразу туда обращается к твоим чувствам обращается в самую сердцевину и поэтому она может поднять она может уничижить она может вдохновить она может сокрушить она может побудить или создать что-то она может просто остановить так что это мощный инструмент воздействия вот интересно ты сказал что это мощный инструмент воздействия и люди они слушают музыку они слушали в разных обстоятельствах своей жизни кто-то слушает в машине, во время работы, кто-то бегает, слушает музыку. Я, кстати, слушаю проповеди. Вот, ну, да. Ты когда-то говорил, что ты слушал музыку. Да, было такое. Да, люди хотят отвлечься, да, иногда, слушая музыку. Вот как ты считаешь, что люди на самом деле ищут, когда они обращаются к музыке? Что они, для чего они это делают? Знаешь, по-разному. Я думаю, у кого-то есть какое-то такое, ну, может быть, особое настроение, возможно, радостное, возможно, грустное, и они хотят найти в музыке такую же поддержку. Вот, созвучие какое-то. Иногда они надеются с помощью музыки изменить свой фон настроения. Иногда они имеют какую-то песню внутри себя, и она как бы требует какого-то музыкального фона, и они начинают искать, что бы отразило сейчас их. Иногда они надеются, что музыка придаст им какой-то силы, энергетики. Ну, как известно, в спортивных, там, фитнес-клубах есть музыка, есть музыка для какого-то творчества. Ну, я иногда пишу проповеди под григорианские хоралы, или, ну, чаще всего, иногда мне нравится просто фортепиано, скрипка. Одним словом, мы можем использовать музыку для разных вещей. Она настолько богата и многогранна, подобно как и богатый спектр человеческих эмоций и чувств, которые у нас есть. А вот интересно, когда человек слушает музыку для того, чтобы ему стало легче, например, ну, или он хочет вот как-то, ну, сильно перестроить свой эмоциональный фон, или наоборот, погрузиться в него. Как ты считаешь, вот с такой богословской точки зрения не является ли это неким актом идолопоклонства, возможно? Ну, в целом, это может быть так. Вообще, на земле нет ничего святого, чтобы человек не попробовал или не смог это испортить. Поэтому, да, несомненно, всякое хорошее может оказаться и плохим, или, скажем, стать плохим по причине неверной мотивации. Если человек надеется или думает использовать только музыку исключительно как единственный инструмент или определяющий инструмент, ну, точно, это такая дорога к разочарованию, точное идолопоклонство в сущности, потому что я подменяю Бога чем-то иным, и это не очень хорошо. И я бы сказал даже, где-то это очень плохо и очевидно греховно. А вот если сейчас обратиться к нашему контексту, вообще всегда искусство и музыка было, знаешь, как зеркало, которое отражает то, что происходит с обществом на данный момент. Про музыку так можно сказать в частности. Вот как ты видишь то, что происходит с музыкой сейчас, насколько она отражает культуру этого общества? Вот как ты, как пастор, видишь, какие тренды сейчас происходят? Интересно. Знаешь, вот здесь, наверное, следует сказать, что музыка иногда отражает, а иногда она создает какой-то тренд, культурный тренд, какое-то явление, и поэтому здесь надо посмотреть. Это выражение жизни общества, там, не знаю, чай, надежда, ну, в конце концов, здесь можно вспомнить, по крайней мере, мою юность Виктора Цой, перемен требует наши сердца, пульсации Венда, а также можно и сказать, что какие-то вещи, они создают тренд, ну, даже тот же, не знаю, Битлз, например, да, они создали что-то новое, создали какое-то некое явление определенное, и поэтому здесь и то, и другое, но в целом, так или иначе, музыка приживается, если она находит какое-то, ну, резонирует, да, какое-то созвучие сердцами людей с ожиданиями, надеждами, чаяниями, переживаниями, тревогами, и поэтому, если какая-то музыка присутствует, значит, точно у нее есть корни, есть магниты, которые ее притягивают и удерживают в этом обществе. Ну, вот, возвращаясь к тому, что сейчас ты видишь происходит с музыкой, как ты ее оцениваешь, вот она насколько сильно поменялась за, ну, например, последние взять 10-20 лет, ты привел пример, там, Цоя, то есть это поколение уже сменилось сейчас, другие тренды, другая музыка, ты видишь что-то специфичное вот в этой музыке, как она отражает текущую культуру, например? Если говорить, ну, откровенно, да, то был период, когда я почти перестал следовать за музыкальными какими-то моментами, но как пастор я не имею права, поэтому я себя заставил больше вникнуть, на каком этапе, может быть, я где-то стал лучше понимать себя и понимать, что мне приносит пользу, да, какая музыка, какая мне интересна, и это такое, знаешь, свойство, человек, который становится чуть-чуть старше, он уже становится более консервативен, не в смысле доктрины консервативен, а в смысле уже принятия каких-то вещей, но как пастор ты должен владеть реальной картиной, поэтому, да, я стал вникать, и в то же время ты должен быть аккуратным, чтобы не было у тебя в сердце такое ложное восприятие, типа, вот когда мы были молодые, то трава была более зеленая, деревья были там высокие, но вот, что я вижу, что сегодняшняя музыка, подобно как и общество, она становится, сначала она была более динамичной, она как бы становилась менее системной, в каком-то смысле слова, люди где-то подустали, вот такой рваности, они стали требовать какой-то большей мелодии, какой-то осмысленности, но точно она стала более чувственной, музыка всегда более чувственная, но сейчас я вижу, что они прямо пытаются заставить тебя испытать прям очень какой-то некий спектр эмоциональный, прям погрузиться туда, и второе, я вижу, что происходит разрыв между текстом и музыкой, они менее связаны, порой текст, ну, текст чаще всего становится бедный, не всегда, нельзя сказать, что тут раньше всегда был текст богатый, сейчас такой он бедный, но скорее всего беднее, и он становится менее таким рифмоманным, более прицепленным к мелодии и одновременно оторванным от нее, вот это такой интересный парадокс, который я наблюдаю, и музыка стала более разнообразной, то есть если раньше могли говорить, вот это вот, вот этот год или там это десятилетие проходит под эгидой этой музыки, сейчас, мне кажется, все сложнее и сложнее по причине такого огромного спектра, что порой трудно даже его соединить в какое-то обобщенное восприятие, и я вот думаю, как же эти все исследователи музыкальных трендов, как они умудряются среди всех этих семи нот что-то там заметить, подметить, но сегодня она стала более разнообразная, просто более широкий спектр, кажется, такой-то бесконечно огромный. Слушай, а вот давай немножко конкретизируем, ты пастор большой церкви, у тебя есть более взрослое поколение, более молодое, о котором надо заботиться, ты отец и муж большой семьи, у тебя есть дети, которые тоже вырос совсем взрослые, они тоже слушали что-то, и я вот помню, что в моей молодости мне прям пытались сказать вот это слушай, вот это не слушай, это не особо помогало, вот ты наверняка знаешь, что сейчас слушает молодежь, ну так или иначе, замечал или обращал внимание, что слушает я смотрю на Яндекс. на Яндекс.Лист, на Apple.Лист. Ну, молодежь всегда хочет какой-то особой динамики, вот у молодежи точно есть, вот кажется, музыка чуть более тяжеловатая, так скажем, у них же гормоны бьют, энергия бьет, и это естественным образом проявляется, ну, ты можешь как-то попробовать меня где-то направить, может быть, даже. да, знаешь, я направлю тебя вот так вот, мне вот очень интересно, в частности, русскоязычный контент, который на самом деле сейчас стал более популярен, чем он был раньше, я вижу, что на самом деле множество артистов поют на русском языке или в частности, знаешь, я бы тебе такой вопрос задал, он немножко где-то крендует, но тем не менее, есть феномен такого исполнителя, как Моргенштерн, и ты наверняка его тоже слышал, видел, который стал иноагентом. Он стал иноагентом, это важно отметить, тем не менее, он взлетел очень сильно в какой-то момент, сначала это было настолько радикально об этом, ну, говорили либо положительно, либо резко отрицательно, но потом это стало медийной личностью, когда пригласили как медиа-лицо одного из крупных банков, его начали снимать в рекламе, он пообщался с Собчак, с Дудем, с Гордоном и так далее. Как ты считаешь, что это за феномен, почему такое большое количество людей, несмотря на его, ну, своеобразный, да, подход к музыке, к тому, что он говорит и как он говорит, он стал настолько популярен среди молодого поколения особенно? когда кто-то отражает наш мир и его послание, оно резонирует с нашим сердцем, то, конечно, рождается популярность. И я думаю, что он уловил некоторые вещи настолько точно и некая разнузданность и некая фривольность и в то же самое время профессионализм очевидный, тайные желания, которые выдает публичное пространство. Вот это такая некая гремучая смесь, где ему удалось попасть. И, ну, видно, что он такой работяга тоже, то есть он не просто какой-то наивный, глупый парнишка, но он понимает. То есть он талантливый и понимающий культуру и он сумел это соединить вместе и выдать. Ведь, по сути, и так и рождается ну какой-то, ну так рождается звезда в каком-то смысле слова, когда не обязательно что-то прям совершенно уникальное, но какие-то индиагриенты, которые вроде всем понятны, всем известны, но они дают какую-то особую микстуру, свой такой микс и вот он происходит взрыв. Я думаю, где-то здесь он, на этом стыке понимание, творчество, креатива, общественного развития попал и достаточно долго держится. Вот как ты считаешь в контексте того Моргенштерна, таких исполнителей, как нам сегодня помочь ребятам молодым, которые слушают музыку, направить их, ну, скажем так, помочь им выбирать музыку правильно, не становясь такими жесткими цензорами, ограничивая, потому что на самом деле это не сработает. И квизиторами. Квизиторами, все верно. Знаешь, я буквально вернулся с поездки в Красноярск, вот, прошлые выходные там была конференция для церкви «Благодать», и мы беседовали с молодежными лидерами, и как-то в беседе мне вспомнилось, как я нес служение там, в Сибири, и было две популярные группы, как-то они так взлетели как бы на хит-парад, группа называлась «Руки вверх» и «Ногу свело». Так, где группы такие? Да, да, да. Знаешь, такое интересное название тоже. И интересно то, что их слушали все, и даже верующие. Понятно, что в церквях говорили «Не слушайте». Ну, ты понимаешь, запретный сладок, и поэтому чем больше говорили, тем больше слушали. Но вот что самое важное. Люди не сознавали, что тот контент или тот месседж, послание, которое находится в этих песнях, начинает формировать мышление, отношение и философию жизни. И я прицепил в нашей молодежной комнате в церкви два ватмана Христа, и на молодежной встрече, которая была нашим разбором Библии, я сказал, давайте мы начнем с того, что мы запишем эти песни. Самые популярные песни. «Ного свело» и «Руки вверх». И мы записали. Прямо вот ребята говорили, да, текст. Они говорили, мы не знаем, мы не слушаем. Но реально там был в головах у них. Они даже сами это не могли сразу осознать, что это все к ним туда же вошло, въелось. Я записал эти песни. И вот следующее, что мне нужно было сделать, я им сказал, смотрите, давайте догадаемся, с чем резонирует в вашем сердце эта песня. Вот эта строчка, вот эта идея. И я им показал не то, что вот это все ужасно, а я хотел показать им, чтобы они научились критически мыслить, что на самом деле эта песня заходит в сердце, потому что что-то есть там в сердце моем. какие-то локаторы есть, которые и рецепенты какие-то, там рецепторы, которые получают. И второе, и тут я открыл Библию и сказал, это понятно, что есть такие у нас в сердце чаянии, иногда они греховные, там похоти, иногда они хорошие, но смотрите, что эта песня дает, какой ответ она несет. А вот, что говорит Библия. И я показал Иисуса, которого достаточно, библейский ответ, который на самом деле отвечает на самые глубокие чаяния сердца людей, и я помню, как молодежь просто, ну они ахнули, потому что мы перешли от категории не надо, как бы нельзя, да, нельзя, вот такое слово было, нельзя, нельзя, да, вот нельзя, запрет, а показать, вот она, суть, вот почему она нравится, и вот где Иисус лучше, и больше, и Библия точнее, и бьет в сердцевину, и это дало им инструментарий, чтобы говорить со своими друзьями, тебе нравится эта песня, здорово, но Иисус круче, Иисус лучше, Иисус настоящий, вот то, что там в твоем сердце, то, что цепляет тебя, ты можешь найти в Евангелии, и вот здесь то же самое, я брал бы эти песни и не боялся говорить о них, и обращался в конечном образом к Писанию, но не для того, чтобы просто поругать, а показать достаточность Христа и глубину Библии в контексте чаяния наших сердец. Слушай, это классный очень практический совет. А ты сам какую музыку любишь, что ты слушаешь? Знаешь, ну, как я сказал, что я люблю грегорянские хоралы, мне нравится немало классических произведений, в последнее время я чувствую, что мне нравится чуть-чуть поспокойнее, потому что столько много шума, динамики, но я часто включаю просто плейлисты, которые предлагают либо там Яндекс, либо Apple Music, и просто знакомлюсь с новинками, и я так же скажу, что иногда настроение разное, и я не использую музыку, чтобы менять мое настроение, вот это я скажу так, потому что все-таки я уже достаточно взрослый человек, чтобы сознавать, что это все ну, как бы поверхностно, я использую Библию и молитву, чтобы менять мое настроение, но музыка точно как бы поддерживает то настроение, которое у меня есть, и бывает фоном у меня ну, так, чтобы сказать, что сейчас у меня есть группа какая-то любимая, и я прямо ее слушаю, наверное, нет, было время, когда у меня были группы там, которые мне нравились прям сильно, и я бы их прям называл по именам, сейчас скорее просто я прослушиваю самые, может быть, популярные, иногда я слушаю, раз какая-то песня всплывает неожиданно, которая мне была знакома, и я ее добавляю в плейлист, иногда я иду по улице или там сижу в кафе и заверну как мелодия, которая мне знакома, я включаю Шезам, узнаю точно, что это за мелодия, тоже добавляю в плейлист, и вот так потихонечку у меня копится, я даже недавно слушал сборник песенства и свадьбы. Он как-то очень широко разошел, обратил на это внимание. Да, и там четкое отражение было вот интересов того времени. Ну, интересно, что у меня это не особо поменялось, но, знаешь, кстати, к отражению определенного времени, в целом, как ты думаешь, вот люди просто приходят с такими вопросами, мне нравится исполнитель, мне нравится, как он звучит, я его слушаю, а можно я там схожу на его концерт, не будет ли это, не повредит ли это мне, можно я проведу там время, ну, потому что люди приходят, они там отдыхают, так или иначе, слушают, наслаждаются музыкой. Вот ты какие бы рекомендации здесь дал бы, как подходить к тому, что ты слушаешь, как ходить на концерт? Отличный вопрос, я надеюсь, как бы все слушатели, да, те, кто видит сейчас, и я думаю, что ты это хорошо понимаешь, что концерт, вот присутствие в концерте и просто прослушивание дома, это вообще две разные вещи. Да, конечно. Это просто колоссально, ну, это знаешь, как и богослужение, либо ты присутствуешь там, либо ты смотришь онлайн, это две разные вещи, а концерт с веткой музыки, это мощнейший эмоциональный, как бы накал, это шоу, это мощное программирование, мощное влияние. да, я помню, когда я был молодой, такой парень, мне нравилась группа АХА, шведская, мне нравилось, когда ведущий, лидер сказал, ну, мой наставник, это мой пастор, и я вообще хочу быть миссионером, это еще двойне добавило мне симпатии этим ребятам. И когда они были тут в Москве с концертом, пару лет назад, по-моему, у меня так мысль пролетела, смелая, может быть, сходить посмотреть. Но у меня нет столько времени, и я думаю, что я могу свое время использовать более разумно, и поэтому я отказался даже от этой мысли. было ли бы это греховно, ну, вряд ли, скорее, ностальгия по моей юности, по тому периоду. Вот, поэтому надо, наверное, ответить на самый большой вопрос, что я ищу от этого концерта, что я хочу получить, вот, это важный вопрос. на каких-то концертах, наверное, я могу насладиться благодатью, общей благодатью Божией, вот, способностями, там, музыкой, и, ну, и я не могу сказать, что это будет греховно, но я бы задал такой самый большой вопрос, как я могу максимально послужить Богу и своему ближнему через любое действие, включая концерт? И, наверное, просто ради себя самого я бы не пошел, даже если это было бы что-то прям хорошее, очень хорошее, ради друга, ради близкого, ради благовестия пошел бы. Поэтому у меня, наверное, определяющим фактором является не просто мое внутреннее мироощущение, а скорее служение Богу и ближним, или ближним во славу Божию. Вот. Поэтому может ли человек верующий пойти на концерт? Ну, вполне. Только, как говорит Павел, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать. Вот, наверное, и еще такой добрый критерий, который в годы моей юности нередко звучал, взял, пригласил бы ты с собой Иисуса туда, куда идешь. Ну, вот, и, конечно, это очень субъективная оценка, потому что, к сожалению, люди по причине своей и разной духовной зрелости и опытности могут пригласить Иисуса туда, куда не надо, или могут его не пригласить вообще. Если вы сомневаетесь, то спросите у зрелого человека. Как говорит апостол Павел в послании к кремлянам, все, что не поверь, грех, поэтому лучше воздержитесь. Да, время коротко. Если бы у тебя было время, и ты нашел бы, с кем пойти, на какие-то группы ты сходил? Праха, я понял, может быть, еще какие-то две. Какие бы еще группы? Да, куда бы ты хотел послушать? Мне интересно было послушать группы Skillet вживую, потому что они так прямо говорят о своей вере, не скрывают, ну, очень такая музыка тяжеловатая, для меня точно тяжеловатая. Но мне было бы интересно посмотреть вот вживую, как они проводят концерт, как они могут свою христианскую веру совмещать вот с таким достаточно, ну, тяжеловатым стилем, да, и они достаточно популярны среди светской аудитории тоже, но в своих песнях, и уж тем более в своих интервью, они не скрывают о своей вере во Христа, причем библейской вере. Вот, мне бы, это было бы интересно. И, ну, я бы хотел сходить послушать симфонический оркестр. Я соскучился по хорошему симфоническому оркестру, вот, это точно. Спасибо, это классно, интересно. Я с удовольствием составлю тебе компанию. Отлично. Если Skillet приедет, или симфонический оркестр, давай сходим. Давай, как бы, зови смело, я прямо, как бы, как бы поймаем сразу двух зайцев. Да, да. Слушай, музыка вообще очень абстрактный вид искусства, но вот если сузить, то есть музыка песенная, ну, то есть со словами есть музыка инструментальная. И в наше время в церкви в основном звучит музыка, привязанная к тексту. Как ты считаешь, вот как пастор, как имеющий опыт большой, может ли во время богослужения именно, вот с такого формального, в кавычках имею ввиду, нашего собрания, звучать музыка инструментальная во время собрания? Да, вполне. Ну, если это мелодии известных песен, потому что назидание мы получаем через музыку, когда мы знаем слова. Вот просто сама по себе мелодия не может дать назидание, но назидание требует размышления. Да, поэтому мелодии точно могут звучать, они даже могут быть частью богослужения, и я присутствовал на ряде собраний, где прямо были мелодии, которые прям звучали, по сути, полностью вся песня, только в виде инструментального такого выражения, но именно знакомые, известные песни. Тогда люди будут слушать, вспоминать, размышлять, и это хорошее будет такое благословение. А вот если немножко так уйти в такой интересный момент, что пение – это привычный всем нам формат поклонения в церковь. При этом мы понимаем, что есть разный контекст верующих людей, собраний и направленность церкви, почему выбран был, вот ты мог бы объяснить, почему выбран был именно такой формат поклонений, можем ли мы на собраниях совмещать пение с чем-то еще, ну, например, танец с музыкой, может быть, это какие-то классические произведения, мы выяснили, что в целом, если эта мелодия какая-то знакомая, она может поспособствовать, может быть, что-то еще. вот. Ну, если говорить про корпоративное и как бы общецерковное поклонение, там все достаточно понятно, это приоритет любого церковного собрания это назидание, и поэтому чем более яснее, четче это происходит, тем лучше, и поэтому пение точно это отличная форма, во-вторых, для того, чтобы подчеркнуть наше единство, опять же, пение это прекрасная форма, одним сердцем, едиными устами мы можем поклониться Христу, поэтому все остальные вещи, они точно блекнут и даже могут быть препятствием для лучшего назидания и выражения нашего единства, поэтому очень понятно, почему Бог использует пение для этого, для церковного собрания. Слушай, вот мы много поговорили уже сегодня о музыке, о современной музыке, о том, как она изменилась, и как ты считаешь, музыка, которая сегодня звучит в церкви, насколько она должна поддерживать тренды той музыки, которую мы видим в мире, как они изменяются, опять же, нужно это, не нужно. Отличный вопрос, мне кажется, там столько копий сломано, я бы так сказал, что церковь всегда будет в каком-то смысле слова в своей субкультуре более консервативно, чем окружающее общество, потому что люди, приходя в церковь, они ожидают чего-то более сакрального, более чего-то такого сверхъестественного, божественного. Это, наверное, одна сторона. В то же самое время церковь не должна быть такой архаичной, когда человек, он не может по-настоящему выразить свое сердце, вот свое размышление, свое сердце, и это будет искусственно все, это будет ненастоящее. Вот почему какие-то песни, мелодии, они выдержали поколение, они звучат и они присутствуют, а какие-то просто вот они были только здесь, в этом поколении и исчезли. потому что так или иначе пение и мелодии, они во многом являются, ну они же не канонизированы, нету богодухновенных мелодий или песен, есть Божье Слово богодухновенное, и поэтому мы, будучи детьми своей культуры, ну лучше сказать своего времени, периода, мы выражаем свою веру понятными инструментами и формами нашего времени, которые не греховны, так скажем. точно не несут какого-то злого намерения или как напрямую противостоят Богу. И поэтому будет происходить некая эволюция, изменения и даже этих выражений, и даже этих пений. И вот я смотрю, допустим, на песни, которые писались там сто лет назад, еще даже больше времен там Параханова и прочих людей, ну это был период таких революций, потрясений, перемен, и даже песни церковные, они в таком формате записаны. Потом я смотрю на песни, которые писались раньше еще, европейские песни, некоторые переведены, они уже находятся в формате вот такого устаканившегося евангельского движения. Одним словом, так или иначе, ну или вот песня моей юности, тьма неверия окружает нас, туча черная впереди, мы Христа одни в эти злые дни расставляем на пути, да, или там песни времен перестройки, там Россия, Россия, там клонись перед Богом, клонись перед Богом твоим, там ты верни, там и церкви, и дома, там и прочее. Это все выражение того времени, и даже мелодии, они отражали тот период. Так что это нормальный процесс. Мы не можем догматизировать и канонизировать так или иначе те или иные экспрессии, формы, ну потому что это период времени. Вот почему даже мы имеем переводы Библии, которые требуют какого-то апдейта, потому что и язык наш меняется. И не в том плане, что мы идем на компромисс с истиной, там с ортодоксией христианской, а в том плане, что мы стараемся передать точно, понятно для этого времени. Вот у нас есть андальный перевод, в целом, который уже устаревший, требуется какое-то обновление, появляются новые. Это естественно то же самое с пением. Ну здесь как бы не в смысле, что пение и Божье слово, они как бы находятся на одном уровне, а просто именно процесс обновления. А вот чуть глубже в эту тему я хотел бы тебя погрузить. Мы видим, что Писание в целом призывает нас, чтобы мы назидали друг другу через пение, чтобы слово Христово обитало в нас обильно, чтобы мы вселялось нас обильно, чтобы мы пели разумно. И мы смотрим на контекст нашего времени, когда все очень сильно ускоряется. Люди потребляют информацию совершенно по-другому, нежели они делали это там 10 лет назад. Это короткие какие-то сообщения, видеоформаты. То есть, человеку сложно уже даже сейчас, особенно в мегаполисе, воспринимать большой пласт глубокой информации. Как думаешь, стоит ли нам в церкви поддерживать эти тренды, упрощая какие-то вещи? На самом деле, это даже к проповеди относится. Больше мой вопрос про музыку и пение, но про проповедь, ведь наверняка ты тоже уже об этом думал и замечал. Стоит ли нам поддерживать это, упрощать? Либо мы же остаемся здесь опять же в консервативном в этом планете. Хороший момент. Знаешь, самая главная задача, и апостол Павел об этом говорит, я всем сделался для всех. Для людей, как и людей, для Еленов, как Елен, но всегда оставался подзаконен Христу. Он не пытался втащить людей в свою некую субкультуру. Он не проповедовал культуру, он проповедовал Христа в той или иной культуре, учитывая их контекст. Его проповедь, допустим, в Ариапаге, она заметно отличается от его проповеди там Феликсу, допустим. И надо понимать этот аспект принципиально. Поэтому нам точно нужно не следовать, как бы не ассимилироваться с культурой или там подражать ей, но точно учитывать процесс. Например, я как проведник понимаю, людям сегодня сложнее держать в голове сложные, очень такие подчиненные предложения. И чем короче, чем яснее, тем лучше. Потому что моя задача передать им понятную истину. Можно, конечно, сказать, ну давай потихонечку их воспитывать, там, вкусы и прочее. Я не против того, чтобы они воспитывались. Этот процесс будет происходить. Но моя задача не говорить, дотянитесь до меня сюда. Моя задача прийти к ним и потом пойти вместе с ними, а не где-то там по верхам стрелять и никогда не добиваться того, чтобы люди услышали и поняли. Вот поэтому, да, нужно учитывать эти аспекты. Точно. Для того, чтобы понятнее доносить, и тогда будет назидание. Если этого нет, тогда просто ничего не будет. Вот почему для многих церковь или, скажем так, вера становится какой-то, ну, чужой, с другой планеты, непонятной, какой-то даже, не просто архаичной, а какой-то вот ненужной, какой-то далекой, потому что там нету ясного изложения. Нету ясного изложения. Почему у нас случилось здесь в стране, России в частности, там бывшей Российской империи, такое евангельское движение, пробуждение? Люди получили Библию на своем новом, как бы обновленном, понятном русском языке. Они стали читать и они уверовали. Так и здесь необходимо учитывать какие-то аспекты. Точно надо учитывать. Но не значит нужно ассимилироваться там или просто гоняться за трендами, но надо учитывать. Это точно. Знаешь, я общался, и это такой сугубо церковный аспект, я общался с одним служителем из Румынии, представителем союза, он сказал такую интересную вещь, что, и возможно меня будут цитировать после этого, поэтому быть аккуратным, но он сказал, что наш союз баптистов, как был 100 тысяч, так и остался за время свободы. когда люди уехали, а союз 50-ников 30 тысяч вырос до 300. Я спросил у него, в чем как бы секрет, потому что можно сказать, там, а может они все верующие и прочее, но он сказал интересную вещь, он достаточно такой разумный верующий, он сказал, мы, баптисты, стали очень академическими, наше пение, наша проповедь стали очень академическими, а половина нашего населения живет в деревнях, и они не привыкли слушать симфонический оркестр, такое хоровое исполнение, слушать академическую проповедь с большим количеством пунктов. Они обычные крестьяне, которым нужен баян, гитара, и вот наши братья, писядники, они были небольшие, поэтому они скромно поехали по деревням, но они понесли свое послание понятным образом для этих людей, и люди откликнулись, а потом они переехали в город, и вот оказалось прям их огромное движение. Слушай, вот интересно, вообще музыка, она же очень эмоциональна сама по себе, и вот ты сейчас задрагиваешь, рассказал в целом, как наши братья пришли к простому народу с простым посылом. То же самое сделал Мартин Лютер в свое время. И на самом деле, Мартин Лютер, Джон Тан Эдвардс говорит о том, что музыка, она фактически призвана разжигать нас вот эти чувства, соединяясь словом. Да, нести, поклоняться Богу. Как ты считаешь, опять же, братья на контекст нашего времени, где вот эта грань, когда мы во время собрания вместе с людьми, мы, с одной стороны, мы должны выражать эмоцию, мы поем, музыка призвана вызвать нас какую-то эмоцию, при этом не перейти в какое-то, ну, не знаю, можем назвать это особым присутствием духа, либо особым поклонением. Где грань, что это за грань вообще, как ее можно обозначить сегодня? Пусть Господь благословит тебя, как музыкального служителя, это как бы чувствовать, да, видеть и меня как пастора разумно направлять. Ну, я так могу сказать, первично, Божье слово, первичное слово, оно должно порождать во мне реакцию и отклик, а музыка помогать мне это поддерживать и выражать. Как только уходит вот эта составляющая, то это просто становится эмоциональный фон. Вот я был недавно в одной церкви, в аптистской церкви, там пели песни Хилл Сонг. Мало того, что это песни Хилл Сонг, что уже не всегда хорошо, еще перевод корявый, который даже и так в этой бедной песне сделал ее еще беднее. И даже в переводе там было несколько богословских вообще неверностей, ну, не ереси, но точно неточностей. И я понимал, когда смотрел на этих людей, на эту молодежь, что они поют не потому, что они вдохновлены Евангелием, там просто Евангелия не было в песне, а им просто нравится мелодия. И вот это плохо. Мелодия должна поддерживать нас, вот ту богатую истину Евангелия, которую мы поем. И эта истина вызывает нас реакцию и отклик, а музыка она поддерживает и помогает нам выразить это. Ты заговорил про Хилл Сонг, я не могу не спросить. В современном мире мы видим определяющие тренды музыкальные церкви, такие как Хилл Сонг, сейчас даже больше выходит на первое место Бесл, наверняка знаешь Элевейшн, все уже ушел. Элевейшн, да, это среди них, да. В целом, что ты думаешь об этих церквах, слушаешь ли ты музыку, которую они производят, понимаешь ли ты, что происходит и что они делают сегодня? Да. Знаешь, музыку я слышал, и она всегда влетает в чарты у Apple Music, когда выбираешь там христианская музыка, и иногда мне кажется, что те, кто там сидит, они точно не христиане, которые стоят в эти чарты, вот, но, по крайней мере, точно там она есть. Некоторые песни имеют неплохое содержание, но чаще всего они не евангельского содержания, просто эмоциональный фон с религиозными какими-то фразами. Если ты не знаешь Евангелие, ты даже и не поймешь его, точно. Вот так сказать, если там передачи истины за редким исключением нет, напоминание истины, да, если ты ее знаешь, если ты ее не знаешь, ты ее не узнаешь, то есть, там мало ты найдешь слово о покаянии, о кресте, о вере, о господстве Христа, больше про меня, про мои чувства, про мои эмоции, и то, что Бог мне там помогает, вдохновляет, ведет. Но это все настолько вот поверхностно и непонятно, что почти можно петь и любому человеку, замени слово там Иисус любым другим религиозным лидером и будет все то же самое. Или там гуру, коучи и прочее. Поэтому я не хотел бы быть таким, ну, жестким, потому что для кого-то это прям такое святое, и можно услышать мои слова как некое оскорбление, но если вы честно посмотрите на эти песни через призму вот реальности, а не просто своего эмоционального фона, и то, что это где-то цепляет именно на уровне эмоции, то вы видите, насколько там бедно, бедно, и не просто несодержательно, а пусто порой, Евангелия нету совсем. Ну, а от тебя ожидается отклик, какой-то призыв, побуждение, а на основании чего? Все, все, что осталось, это эмоции, больше ничего, если ты не знаешь Евангелие. Вот, а сами церкви, ну, это в целом не очень хорошие, я бы сказал, даже местами юридические, нездоровые вообще церкви. Бэфел, это вообще, в принципе, все больше и больше учит откровенной ереси и заблуждению, там, Elevation Church с фуртиком, он вообще стагнирует все дальше и дальше, уходя, кажется, все дальше и дальше от Евангелия, я молюсь, что Бог просто помиловал его и остановил. Вот, ну, а Хиллсонг будоражит там турбулентности такие, что, Господи, тоже благослови. И в чем здесь трудность? Это в том, что мы не выступаем с позиции критиков, которые просто ругают других, которые не такие, как мы. Мы должны судить обо всем через призму Божьей истины. Писание ясно говорит, что вы можете давать оценку на основании Писания тем или иным вещам. И я могу сказать так, что в целом это нездоровые, нехорошие явления, которые нуждаются в разной степени исцеления. И по той причине, что люди, в чем здесь такая трудность? Люди очень часто оценивают все через призму своего внутреннего эмоционального ощущения. Вот эта песня вызвала у меня такой эмоциональный подъем или вдохновение, значит, и все, что там дальше, хорошее. И вот не надо так. Потому что и светские мелодии, и светские песни могут вызывать подобные же чувства, похожие эмоции. это же не значит, что теперь все там истина и там правильность. Но молодым людям кажется чуть сложнее, потому что они все-таки будучи менее опытными склонны больше полагаться на свою эмоцию и считать, что правильно то, что я чувствую, а не то, что по-настоящему является истиной. Ну ты знаешь, я как лидер музыкального служения в церкви я много слушаю, и справедливости ради надо отметить, что там есть глубокие песни, есть песни о грехе, о гневе Божьем даже, о кресте, о Евангелии. Вот в целом, если сейчас посмотреть на наших западных братьев и сестер и у нас тоже, есть такие, знаешь, главные три лагеря. Первые поддерживают, абсолютно берут большое количество песен в репертуар, это трендово, это модно и так далее. Вторые радикально отрицают, говорят, мы не хотим себя ассоциировать с этими церквами, с учением, которое они несут, как ты сейчас отметил, да? И третьи говорят, что есть хорошие песни, если немножко взять, то не страшно в контексте. Вот ты себя как пастор находишь в какой из этих категорий и что бы ты порекомендовал музыкальным лидерам, церквам, пасторам, которые будут это смотреть, будут размышлять, а вот в репертуаре этих церквей. отлично, спасибо большое. Видишь, я не так много, наверное, слушал. Я пришел тебе хороший вариант. Спасибо, что ты дал мне какую-то надежду. Ну, просто я молюсь на то, что Бог исцелял, исцелял и восстанавливал и здравость давал и даже в этих церквях. Несколько мыслей. Первая мысль. Как я сказал некоторыми назад, что песни и музыка это выражение веры в этом поколении. Поэтому первое, пишите свои песни. Пишите свои песни, потому что, в конце концов, те люди пишут для своих. Ну, конечно, возможно, они думают, мы будем там популярны в мировом масштабе, но в целом надо писать для своих, своего времени, своего поколения. Это первое. Второе, всегда есть или возможно найти лучшую альтернативу. Вот более содержательную, без каких-либо сомнительных там практик или учений. И поэтому, если есть лучшая альтернатива, она точно есть. Это 100% есть, и ты можешь там под нашим видео выдать какие-то ссылки, где смотреть. В конце концов, у нас даже есть служение, которое ты ведешь, разумное поклонение и не только. Поэтому можно найти. хорошее всегда враг лучшего. И в данном случае от того, что там есть несколько каких-то хороших вещей, это не означает, что это надо использовать, потому что там есть много плохих вещей. В конце концов, сатана, когда искушал Иисуса, тоже цитировал Писание. И сатанинская ложь, она редко бывает такой стопроцентной неправдой. Это обычно много-много правды с примесью лжи. И вот это, в принципе, так и есть, потому что она заходит чуть легче, она быстрее принимается. Поэтому я отнес бы к себе категорию тех, которые объясняют, почему, не просто там запрещают или утверждают, но не используют. Объясняют, почему, используют это как учительный момент, побуждая людей создавать контент, учиться искать хороший контент, находить хороший альтернативный контент и использовать его. Это более разумно и даже, я бы сказал, более правильно в плане защиты людей. Потому что, как я сказал, музыка прямо на легкоте проникает. Если ты не будешь помогать, то люди накушаются много нехорошего. Я же не скажу своим детям, когда они были маленькие, там, вот смотрите все мультики, там мы, конечно, не очень удачные, но вы выбирайте, смотрите, запоминайте то, что хорошее. Они же наверняка посмотрят и выберут, и запомнят самое ужасное. Мне кажется, на эту тему можно прямо отдельно поговорить очень долго. Мне кажется, что в рамках, знаешь, пасторского разговора, мне кажется, музыка в церкви и разные тренды на темы. Мы на самом деле двигаемся уже к нашему завершению. Несколько буквально последних вопросов. Вообще, какую бы ты музыку, как пастор, посоветовал бы нашим зрителям? Чем себя наполнять? Может быть, даже в конкретике какой-то? Знаешь, я бы, наверное, должен был подготовиться к этой передаче, так прямо посмотреть вопросы все там, чтобы назвать какие-то группы. Знаешь, я бы сказал, я бы дам критерии, потому что мне кажется, сегодня такой большой спектр, что правда, очень трудно. Критерии такие, что первая музыка должна поддерживать и вызывать во мне созидательные эмоции. Это вот первое. Если музыка вызывает во мне ощущение отчаяния, депрессии, злости, негатива, там стресса, раздражения, ну зачем такую музыку? Слушайте, это точно нехорошо, это не проявление плода Духа Святого, это просто проявление моей плоти. Это первое. Второе, думать с позиции того, как эта музыка в публичном пространстве, там моей семьи, например, моей жизни, я же не буду скрывать, там, что я кого-то слушаю, если меня спросят, как она повлияет на других людей. Мне тоже нужно учитывать, потому что все, что я делаю, это делаю во славу Божию, на благо ближнего. И даже, когда я слушаю музыку вроде для себя. Вот. И третий момент, не стоит делать так, чтобы музыка всегда была фоном. Необходимо учиться наслаждаться музыкой. А чтобы наслаждаться, нужно иметь и созерцание. Если музыка все время фоном, а у меня все приедается, я просто перестану радоваться, что она у меня есть. Поэтому, с одной стороны, это здорово, что есть фон. С другой стороны, если я просто уже его не замечаю, ну, может быть, надо как-то сделать паузу, чтобы я начал слышать, слушать. и четвертых, не надо заниматься войнами на почве музыкальных вкусов, потому что они точно меняются. И с возрастом, и с временем, и с локацией, и прочими другими вещами, точно происходят перемены. Тот, кто утверждает, что у него вообще ничего не меняется, ну, вряд ли, потому что наши чувства, эмоции, они меняются. и восприятие меняется. Знаешь, последнее, ну, время, когда я еду в такси, и меня спрашивают, там, ну, какие пожелания, я говорю, тишина. Вот, иногда я могу сказать, пожалуйста, включите, там, такую классическую музыку, вот, на этой станции. Вот, и поэтому просто управляйте процессом. Мы должны управлять нашими даже эмоциями, чувствами, а не позволяйте им управлять нами. Поэтому музыка это тоже инструмент, которым мы призваны управлять и использовать. Последний вопрос. Когда ты окажешься перед престолом небесного царя, как ты думаешь, какую песню ты там поешь? я точно знаю, что я буду петь хорошо, попадать в ноты. Вот, и второе, Аллилуйя. Знаешь, почему-то мне вспомнилась эта песня американская, сейчас популярная What a Savior. Старая, старая, на самом деле, песня. Аллилуйя наш спаситель. Да, Аллилуйя наш спаситель. Я думаю, что, наверное, у меня будут слезы радости. И я буду просто кричать от восторга, но это будет так красиво, потому что, когда обычно кричишь, у тебя там уже никакой мелодики нету, а здесь, наверное, будет, потому что у нас будут новые тела. Вот, и я буду слышать и себя, и всех остальных в округе. И это будет такое потрясающее пение, что, ну, что ничего подобного нету. Но общецерковное пение это отголосок далекого будущего. А можете близкого будущего. Да, спасибо тебе большое, было очень интересно. Друзья, спасибо, что смотрели нас. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на ресурсы русской библейской церкви, на Час трендов, делитесь с друзьями, мы хотим, чтобы все ресурсы, которые мы с вами делимся, они были вам полезны в вашем служении, в контексте вашего общения с друзьями, с тем, с кем вы общаетесь, поэтому, пожалуйста, делитесь и слушайте нас еще больше. Спасибо, Елисей, было очень интересно общаться, брат и друг мой. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова